приветствую есть интересная подборка максейсов сразу скажу что здесь интересные несколько аспектов аспект номер один это три разных максейса на три разные ценовые категории то есть вот этот вот херон к стоит порядка пяти тысяч вот этот вот он стоит кастрол чуть-чуть дар по моему больше десяти на момент съемки видео вот этот стоит значительно больше десяти уже ближе к 20 вот при этом вот это к 110 это м 390 и этом 390 это первое второе здесь есть помимо диапазона стоимости еще диапазон как видите замков то есть по большому счету три разных ножа три разных замка обратите свое внимание на то что далеко не все ножевые компании имеют своем арсенале ножи с прямо вот принципиально несколькими разными замками ну то есть есть ножи которые есть производители которые вообще там только один какой-нибудь нож все время эксплуатируют и все в основном да там иногда два максейс имея в своем арсенале там лайнер лок фрейм лок добавили еще аксис лок добавили батон лок и не удивлюсь если еще что-нибудь тоже добавится вот по моему по моему пока кроме этих замков они никакие не использовали есть плюсы и минусы у этого аспекта и сразу скажу что нюансы они действительно присутствуют смотрите вот например херон к это относительно недорогой нож но при этом относительно недорогой он сделал на очень приличном уровне то здесь все четко все по центру без люфтов без каких-то проблем но у них аксис лок и у них аксис лок немножечко в своем прочтении в своем исполнении я думаю что во многом для отсутствия лицензионных притязаний к ним вот но все же давайте я скажу что я думаю и покажу первонаперво посмотрите есть внутренние фланцы которые контролируют собственно говоря ход и снаружи он пускай чуть-чуть приподнят над g10 но все же ходит под же 10 это все делает невозможным оперирование одной рукой то есть вот одной рукой он отжимается очень лениво очень неприятно когда он на клинке он вообще не отжимается одной рукой то есть ну просто не отжимается вот вот с этой стороны у меня получилось но это просто экспериментально вот это первое второе этим грешат многие производители аксис локов помимо бенча то есть бенча на аксис локе съели собаку многие нет разве что канарейку и поэтому стараются перестраховываться поэтому пружины достаточно жесткие если не сказать прямо очень жесткие почему они это делают чтобы был минимальный риск вертикального люфта он здесь при этом все равно есть если открыть очень очень слабо когда ему прям достал из сумочки он вертикально люфтил при любом открытии сейчас это явно сейчас я объясню из-за чего это это прошло прям вот ну после двадцати-тридцати вот таких открываний это прошло почему потому что очень плотненько все подогнано и вот это вот по покрытие на на лайнерах извиняюсь и финиш клинка как видите он немножко за час опять поближе он немного затертый да уже стал после открытий закрытий в районе прогулочки аксиса вот вот это все вместе помножено дает тяжелый ход аксису и он до конца просто не проходил даже под этими тугими пружинами но по мере использования все пришло в норму и на самом деле надо понимать что да ну просто тупо при в хорошем смысле она притирается потихонечку и это абсолютно новый нож а это максейс которые ну скажем так не съели собаку да действительно на аксис локи если какие-то плюсы у этого аксис лока с точки зрения эргономики раз есть эргономичный просчет с точки зрения на мой взгляд это все-таки просчет с точки зрения одноруковой операбельности в принципе есть плюс это достаточно нехило торчащие шпеньки аксиса и можно достаточно спокойно да и как угодно надежно зацепиться за них то есть они не утоплены там в нишу какую-то или еще что то наоборот они выставлены на показ и это отчасти удобно но но есть еще один эргономичный конструктивный небольшой просчет даже он такой комплексный это клипса помноженное на вот это расстояние от аксиса до конца рукояти дело в том что мы все с вами привыкли использовать ножи с аксис локом каким образом ну придерживая за клипсу отжимать аксис лок упирая рукоятку в ладошку но проблема в том что здесь нож очень длинный 8 для моей руки прям длинный у тех у кого руки больше я думаю что этой проблемы вообще не будет но конкретно у тех у кого руки не очень большие то нож длинный чтобы дотянуться до аксиса расположенного достаточно близко к концу рукояти очень сильно надо силы и вынесен вперед он нужно соответственно но максимально до вывести его вот и приходится к нему именно тянуться большим пальцем а ведь надо двумя пальцами вот приходится тянуться дальше все бы хорошо если бы он именно упирался а он прям вот этой вот плоскостью попадает вот этих срезов до скоса вот этого и он норовит выскользнуть и все окей можно было бы придерживать за клипсу если бы она не была вот так утоплена вот чем дело она вон как винты ее торчат так и она почти торчит то есть сразу предупрежу что нож визуально очень красив качественно шикарно сделан у него очень необычная вот эта штука осевая с этой стороны до втулка и все такое прочее сталь у него очень хорошая и единственное что ну надо следить держать ее в масле либо все-таки травить и голтовать для надежности вот а но при всем при этом есть нюанс при этом этот нюанс ну сразу сделаю оговорку да у меня это не мой нож и я его не ношу я его там кручу-верчу несколько дней прежде чем снять обзор чтобы понять как раз нюансы эргономики посмотреть как он там разработавшись себя ведет и прочее 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 вот но это не это не мой нож я к нему не привык вот в чем дело и надо честно признать что во первых я бы ни разу не выронил в этой ситуации вот во вторых ни разу у меня пальцы со шпиньков не сорвало они очень цепкие ухватистые и в третьих это просто ты обращаешь внимание на принципиальную разницу в эргономике между бенчем и объективнее до бенч стандартный с толчащей клипсой удобнее но здесь есть свои интересные моменты например закругление вот здесь клинка это просто ну я думаю конструктивно это не настолько принципиально но зато она выглядит симпатично вот что еще интересный в открытом состоянии крайне приятно ухватистый нож так как рукояти много она не очень тоненькая очень здорово держаться плюс абсолютно открытая конструкция рукояти это продуваемость это прочищаемость ватной палочкой вот так вот и все красиво замечательно то есть в этом смысле все ок в принципе особо больше про него не скажешь модель интересная модель на любителя для тех кто любит узкие и стремительные силуэты я в принципе мне нравится такое вот и шпенек что интересно да вот именно торчащий шпенек он очень сильно вынесен к рукояти и поэтому особо не мешает резать вот эта штука ну да она конечно здесь есть и да она конструктивная для упора используется но не катастрофично длины клинка и так достаточно прилично вот нож в принципе интересный за свои деньги как альтернатива кучу относительно безликих ножей за эти деньги с аксис локом до которые предлагаются потому что бенчей с аксис локом за эти деньги тупо нет вот это интересно теперь вот этот вот кастрол просто как покажу просто как новый цвет и скажу что наверное это самый симпатичный кастрол из всех что я видел кроме одного один и самый симпатичный это был цирракотиной был цирракот в абсолютно просто all black да как бы blackout версия кастрола черный матовый клинок черная матовая вот эта алюминиевая деталь и винты и клипса и вот это вот все вместе черненьким очень круто смотрелось но но ну на черном g10 естественно но но вот это очень нарядно смотрится то есть здесь не на такой знаете как это кричащий фиолетовый а сдержанный фиолетовый цвет такой темный фиолетовый можно даже сказать немного грязно-фиолетовый что в принципе неплохо коррелирует с таким светло-бронзовым оттенком и по большому счету вот этот вот тоже немножко оттеночный вариант обработки титановых деталей мне тоже понравился вот надо сказать что неплохо да кстати насчет подождите насчет титана вот эта сталь а вот клипса до титан и винты тоже титан регулярно бывает так что осевой да как бы у нас не магнитится а вот эти винтики они магнитятся то есть они ставят винтики на порой стальными я видел уже и такие такие ситуации вот в принципе все симпатично толковый интересный ножик один из немногих работающих фронт флипперов но мое энтузиастская ножоманская принадлежит десятибальное голосование принадлежит вот этому ножу то есть это батон лог и это очень клёвый батон лог потому что он механический нож в принципе интересный да опять у них есть вопросы к эклипсе то есть ну они не носят свои ножи однозначно не носят и это ну как бы вот но для души для полочки для такого иногда что-то посмотрите что творит слышите звук а вообще вот звук просто огненный это просто игрушка вот те кто любят собирать разбирать там оружие ради звука там или еще что-то как затвор винтовки как двигается когда фильмах показывают и все от этого мужики кончают вот ну в принципе вот это тоже самое вот все больше про эту нож нечего говорить то есть у него вот такая механика без люфтов понятно потому что подшипники по-моему даже двурядные вот батон лог и кстати в батон логи вообще нет люфта вообще он прям фиг с открытым вот ну а теперь давайте я не могу об этом не сказать это блять что нет ну серьезно я извиняюсь за мат но блин это конструктив вот он сюда ложится этот шпенек поэтому снять его не получится скорее всего вот этого вот этого как раз всего не будет если его снять но честно шпенек смотрится просто очень странно вот с другой стороны с другой стороны но мы все видели мейк ротеки у которых шпеньки точно также представляют из себя что-то невообразимое поэтому с одной стороны смотришь думаешь блин что это за чужеродный прыщ огромный нарыв такой абсцессообразный еще и другого цвета а с другой стороны понимаешь что если бы его не было нож был бы слишком обыденным и при этом ну это реально вот в том числе то что поддерживает вот такую механику и мне в общем для коллекции и для абсолютно четко просто щелканье это понравилось вот это просто щелкать но очень приятно конечно никто вот этим вот сыр и резать не будет хотя оставшиеся длины клинка достаточно но самое главное что я вам хочу сказать все же это очень тонко сведенный нож с м390 ну очень тонко сведенный и поэтому на самом деле с точки зрения практического применения этот нож не является полочник но дальше конечно же решать вам самим по большому счету по большому счету максейс фирма мне нравится нравится чем тем что они достаточно смелые тем что они экспериментируют на серийных полусерийных моделях тем что они не боятся пробовать и это хорошо они попробовали аксис лок у них не лучший аксис лок но хороший они в роли батон лок у них получился очень тактильно крутой батон лок и ну да они применили такой спорный элемент если брать большинство мнений но он уже там есть он уже производится и он уже продается и благодаря всем остальным плюсом этого ножа это просто часть его теперь харизмы они что-то там типа стоп я не куплю или еще что скорее стоп я не куплю будет клипса если вы вот прям хотите носить она ну как бы вам будет скорее всего доставлять некоторые неудобства как на хероник так и здесь честно не понимаю почему нельзя просто делать везде одну более-менее стандартно приличную клипсу но окей это так как оно есть опять-таки они пробуют они экспериментируют имеют право и именно такие фирмы так или иначе выпускают прям хиты и шедевры потому что они ищут и порой находят на этом все до новых встреч в интернет эфире свидания